Центральный банк России считает, что рост числа криптотранзакций несет риски для финансовой стабильности Российской Федерации. В Госдуме также обсуждают возможность полного запрета частных цифровых активов. К чему готовиться россиянам и насколько действительно реально запретить все операции с криптовалютами, смотрите далее. Банк России предложил официально запретить практически все операции с криптовалютами, оставив только возможность их покупать и продавать на зарубежных платформах и, соответственно, владеть ими. Это следует из опубликованного регулятором консультативного доклада по криптовалютам. Если говорить о криптовалюте как об инвестиционном инструменте, то есть предмете торговли, купли-продажи, перепродажи, то она работает примерно так же, как и любой другой финансовый инструмент, как акции, облигации или обычная валюта. То есть любой желающий может приобрести криптовалюту, заплатив за нее обычной валютой, в дальнейшем перепродать и снова получить традиционную валюту. Для таких операций по купли-продаже криптовалюты существуют соответствующие интернет-сайты, которые так и называются криптобиржами. Если говорить о криптовалютах как источнике заработка для так называемых майнеров, то есть тех, кто занимается майнингом криптовалют, то здесь работает система следующим образом. Тот, кто предоставляет вычислительные мощности для поддержания системы обращения криптовалют, получает за это определенное вознаграждение. С точки зрения Центрального банка любой современной страны, криптовалюта – это в первую очередь денежный суррогат, то есть замена обычных традиционных денег в обращении нечто, что замещает или заменяет национальную валюту. Соответственно, нарушает систему обращения национальной валюты и создает дополнительные инфляционные риски. Во-вторых, криптовалюта – это сфера серого обмена, сфера, где можно совершать операции без контроля со стороны и налоговых органов, и органов, которые отвечают за противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и так далее. В большинстве случаев криптовалютные кошельки являются анонимными. Невозможно отследить, кто, кому, сколько и за что переводят средства. Именно с помощью криптовалют зачастую совершаются противозаконные или полузаконные операции. Говоря о запрете, то технически это невозможно, так как все операции осуществляются в интернете. Безусловно, можно вывести данные операции и из легального поля. Это уже было отчасти сделано. С 2021 года действует федеральный закон, который прямо запрещает использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг на территории Российской Федерации. То есть вы ничего не сможете здесь купить или продать легально за криптовалюту. Пока запрет на владение, приобретение и продажу криптовалют, в том числе на иностранных криптобиржах, это только предложение. Но, возможно, это дело времени. По словам Игоря Коха, технически запретить будет довольно сложно. Необходимо будет блокировать доступ к определенным сайтам или отслеживать действия в интернете со стороны пользователя. Но ведомство сможет существенно затруднить процесс ее приобретения. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.